Добрый день, меня зовут Ая Балтабек и я миграционный юрист Соединенных Штатах Америки, а также основатель компании Балтабек Ло. Что произойдет с моей туристической неиммиграционной визой в том случае, если я подам петицию EB2, EB3 или EB1, находясь за пределами США? Смогу ли я спокойно, без проблем заезжать в США и выезжать, используя свою туристическую визу? Если вас интересует иммиграция в США, обязательно подписывайтесь на данный канал. Здесь вы найдете очень много полезной информации. Представляем, у вас есть туристическая виза в вашем паспорте, она у вас может быть новая, может быть несколько лет, неважно. В общем, самое главное, что она у вас уже есть. Если вы говорите про ситуацию, что у вас визы как таковой нет, вы хотите подать свой кейс EB2, EB1, EB3 и потом после этого идти в консульство просить себе визу, тогда это совершенно другая стратегия. Потому что если вы уже подали иммиграционную петицию, пусть она еще на рассмотрение, она еще не одобрена, на самой этой петиции написано слово, что это иммиграционная петиция. Поэтому, если сначала подать петицию, а потом пойти просить туристическую визу, то, скорее всего, вам эту туристическую визу не дадут. Не могу гарантировать, что не дадут, но если бы я была консулом, я бы, понятное дело, туристическую визу уже не дала. Соответственно, такой вариант не работает. Если же виза у вас уже есть, вы ничего не нарушали и теперь хотите достаточно комфортно дождаться рассмотрения вашего кейса за пределами США, как комфортно я имею в виду, что вы находитесь на территории своего государства, у вас есть стабильная работа, ваши расходы не такие уж и высокие, вам не нужно стрессовать из-за того, что вы эмигрируете в США без документов, без разрешения на работу и непонятно, когда конкретно вы это получите, то я такую стратегию, конечно, понимаю, но, возможно, будут определенные сложности с использованием вашей туристической визы. Потому что вот чисто по закону у вас есть право использовать свою туристическую визу, сесть на самолет, прибыть на границу, и там уже пограничник будет решать, давать вам право находиться на территории США или не давать. На сегодняшний день у пограничников автоматически доступа к вашей информации иммиграционной может и не быть. Департменту Хоман Секюрити, то есть тот орган, который занимается нашими документами, они, конечно, стараются, чтобы вся система на сегодняшний день была электронной, они заливают большое количество кейсов и старых кейсов, и текущих кейсов в систему, чтобы у каждого работника системы была возможность посмотреть на все ваши кейсы. Но гарантий нет, что пограничник может это увидеть. Но в том случае, если ему все-таки будет интересно, либо к тому времени, когда вы прибудете на границу США, у них уже будет доступ ко всем документам, он сможет увидеть, что у вас есть иммиграционная петиция на рассмотрении. Скорее всего, это его немножко смутит, и он начнет вам задавать вопросы. Вероятнее всего, вас отправят на вторичную проверку. Пугаться ее не нужно. На вторичной проверке вам как раз-таки придется объяснить, каковы цели вашей сегодняшней поездки в США, когда вы выезжаете обратно, и вам необходимо иметь интеллектуальную возможность объяснить пограничникам, либо там иным работникам, то, что именно для целей данной поездки у вас нет иммиграционных намерений. Как же донести до пограничника идею о том, что у вас нет иммиграционных намерений для конкретно данной поездки? Начнем с технических моментов. У вас должен быть обратный билет. Вы должны знать, чем вы будете заниматься, где вы будете проживать, и ваша поездка должна быть короткой. То есть, если действительно туристический визит, у вас есть определенные обязательства, чаще всего связанные с работой на территории вашего государства. Вы не можете просто так взять и приехать на 6 месяцев. На 6 месяцев отпуске практически никто не дает. Поэтому это понимаем и мы, и это также понимает офицер на границе. Теперь, относительно ваших аргументов. Вы должны настаивать на том, что у вас на территории вашего государства все прекрасно. У вас есть карьера, финансовый успех, у вас есть семья, у вас есть стабильность, у вас есть социальные связи. Вы все это не собираетесь терять ради призрачной возможности работать на нелегальных работах непонятно где в США. То есть, вы хотели бы переехать в США, но, как говорят мои знакомые, мы переедем только бизнес-классом. Вот так вот просто нелегальными чернорабочими – это не наша история. Даже если это ваша история, пожалуйста, придерживайтесь такой позиции. Хорошо? Соответственно, если у вас получится донести до офицеров эту историю, то тогда он, скорее всего, у вас запустит в США. Еще один очень важный момент. Вы действительно не сможете поменять ваш статус на территории США, если вы сначала подали иммиграционную петицию, а потом заехали в США в туристическом статусе. Потому что рассмотрение кейсов EB1, EB2 и EB3 предусматривает несколько этапов. Если мы говорим про EB1, EB2, то это сначала подача иммиграционной петиции на рабочего. Вы сами на себя подаете, но тем не менее, вы подаете на гринкарту через занятость, поэтому называется через рабочего. И после того, как эта петиция одобрена, есть другое заявление на территории США, которое означает, что вы теперь просите гринкарту. И для того, чтобы вам дали данную гринкарту, необходимо придерживаться определенных правил. Как, допустим, у вас не должно быть нелегальной работы, либо у вас должно быть ограниченное количество дней нелегальной работы, и то же самое по статусу, либо в совокупности. В общем, есть технические моменты. Также, для того, чтобы вам одобрили данную петицию на гринкарту, после того, как вам одобрили основание по EB1, EB2, то есть рассмотрели все ваши критерии, сказали, действительно, ваши достижения значительные. Для того, чтобы вам дали на территорию США гринкарту, необходимо, чтобы у вас не было иммиграционных намерений на момент заезда, если вы заезжали с неиммиграционной категорией. Что это означает простыми словами? Если вы заехали с туристической визой, значит, у вас должны были быть туристические намерения. Если вы заехали, а у вас уже была иммиграционная петиция, а потом вы не выехали и подали на гринкарту на территорию США, то у офицера будет действительно законная возможность вам отказать в гринкарте, потому что он скажет, «Мне кажется, вы знали, что вам одобрят данную петицию, и мне кажется, вы знали, что вы хотите подать на гринкарту из-за данной петиции, потому что на момент, когда вы пересекли границу, и когда пограничник вас спросил, какова цель вашей поездки, вы ответили «туризм», а потом не выехали». По сути, он может и одобрить, и отказать, но это полностью его право, то есть закон на его стороне. Если он посчитает, что вот, исходя из тех данных, которые у него есть в бумажном виде, у вас были иммиграционные намерения, то он может отказать. Поэтому я бы не рисковала. Соответственно, если вы подаете свою петицию и B1, и B2 за пределами США, вам, скорее всего, придется в итоге получать иммиграционную визу непосредственно в консульстве, не на территории США. Если вы все еще не подписались на мой телеграм-канал, обязательно пройдите по ссылке в описании к данному видео и подпишитесь, для того, чтобы быть в курсе жизненно важных для вас иммиграционных новостях в США. Если вам нужна консультация со специалистом нашей фирмы, связывайтесь с моими ассистентами, контакты указаны в описании к этому видео.